ну традиционные вопросы традиционный ответ как прошла ночь если спокойно хорошо если беспокойно тоже хорошо любом случае больной умер или выздоровел в любом случае более господа знаете да ясно также ночь у кого-то беспокойно у кого-то голова болел кто-то уснуть не мог глаз не сомкнул хорошо значит душ был нормальный вчера а кто спокойно спал тоже хорошо значит клетки усваивают то что нужно а пока не усваивает ну подождите усвоят будете всегда спать хорошо после бесед пока если не очень то есть поле для работы ясно то есть не делайте из этого проблему и вообще поменьше обращайте внимание на свое состояние вот просто не обращайте на это внимание чем больше делать нечего детективы лучше почитайте чем обращать внимание у вас внутри там происходит зачем ум переключается с каких-то вот там этих самых глобальных проблем вот на духовный ваш статус он себя хочет как-то сохранить и вот вы его включаете по этой мелочок я что у вас вот сегодня было так потом это сменилось этим и купаетесь в этой ерунде зачем вы поняли как вас ловко это подставляет рождественные силы это важный момент ну до какого-то времени до каких-то пор вы обращали на это внимание но потом от препятствием становится знаете вы в этом и варитесь в этой мелочевке вроде пределе и ум доволен он тоже делом занят враг главный наш занят делом анализирует наше состояние не мы он анализирует вы ему позволяете это делать какой же это молчание ума а ты поняли распустили вы его он рад стараться вроде как помощник вы мучаетесь там две недели или месяц потом со мной встречаешь в это солнце я хочу вас спросить там вот и про то что вот вы две недели вам бум навевал вот что у вас не так что ты же как-то вот не тем занимаетесь а так или не так вообще не подходите ко мне ничего не спрашивайте все то что спрашивать вот что вы будете спрашивать это продукт вашего ума на самом деле если вы его отключите ваш состояние быть другим вернее не будете обращать на него внимание она другим будет это состояние понятно или нет у вас здесь доминанта сидит как заноза никакой духовной работы то есть она поначалу то идет а потом стопориться вот из-за этой мелочевки понятно так что вы себя протестируете в этом плане чем вы занимаетесь свободная от духовной работы время вы обусловиваете ее результаты умом доходчиво объясню все равно не послушайте но жизнь заставит лучше прислушать но продолжим до христианство существует она существует не только как религия но и как наука как религиозной философии она была призвана не только невежественным признан не только невежественными народными массами но и самыми просвещенными самыми глубокими умами вот чего не могут отрицать его злейшие враги поэтому они должны доказать одно из трех или что иисус христос никогда не существовал и поэтому религия которая носит его имя была основана каким-то ловкими фокус никами или же что если иисус существовал то он сам был ловким фокус ником или же наконец что он был восторженным фанатиком убежденным как в том с чем он выступал так и в своем божественном происхождении так вот споры о реальности явление иисус христа на землю не утихает до сих пор публикуется масса лжесвидетельств на этот счет с одной единственной целью чтобы дезавуировать евангельское учение объявить его ложным не имеющим прямого отношения к предполагаемому автору который называл себя почему-то сыном божьим если бы реальный иисус был ловким фокус ником или восторженным фанатиком то каким образом его учения стихийный в короткий срок овладела массами радикально изменила духовную жизнь миллионов людей которые отчаялись понять смысл жизни и обрели его этот смысл погрузивших живительную христианскую стихии то есть они поняли для чего они живут если бы это было ложным наверно такого бы не произошло да и социальное христианство которое возникло на базе учения спасителя социальное христианство но как организующие анархическую массу человеческую вот круто изменила мир усмирив насколько это возможно человеческую годыню и анархические настроения в обществе вот такое могло остаться только при непосредственном участии всевышней воли и только с высочайшей санкции господа следовательно есть истинность учения спасители несомненно истинность его учения для меня ну неважно было никогда был он или не был вот есть это учение хотя знаю что был важно другое важно его учение вот и все продолжает чадоев а если допустить любой из трех этих предположений пришлось бы еще разъяснять каким образом христианство рожденные за лжи могло достичь того положения в каком моего ныне видим и произвести то действие которое оно оказало так вот рожденный от лжи не могло вызвать разительный духовный эффект у многомиллионных масс особенно поначалу тех людей которые искренне уверовали в миссию спасителя вибрации света вибрации истины заразительно для тех чьи души готовы готовы подняться на следующий ступень духовной эволюции в случае со спасителем а он пришел на землю во времена глубочайшего духовного кризиса это был глубочайший духовный кризис просто язычество повсюду разлилось ясно должен был возникнуть новый импульс духовная история человечества переломный момент он должен был дать этот импульс он пришел в то самое время когда человечество в общем-то за 100 паре своей духовной эволюции все предел был достигнут и вот этот новый импульс новый импульс дал именно спаситель если говорить о сегодняшнем кризисном времени сегодняшнем кризиса время то человеческое творчество так называемое творчество живописная музыкальная поэтическая театральная где-то в середине двадцатого века полностью себя исчерпала и не может принести ничего нового в духовную копилку человечества вот то творчество человеческое творчество все посмотрите что происходит живопись музыка театр но все вот просто пошлость грязь и гадость да правильно оно должно исчерпаться потому что настало время духовного творчества всего хватит духовного смысла делания себя когда мне говорят вот я занимаюсь духовным творчеством пишу стихи или пишу музыку это вообще ужасно гадко и противно говорить что это духовное творчество духовное творчество в молчании ты ничего не делаешь ты делаешь себя а так это твое эгоистическое творчество ты пытаешься псевдо духовное переживание в стихи переложить или в музыку или в какие-то образы вот поверьте мне у меня не рука не поднимется не язык повернется говорить об истинно духовном вот чтобы это творчеством назвать я вынуждена говорю вам о том что вам нужно практическом плане это не творчество вы понимаете да это необходимый минимум или максимум как хотите для того чтобы вы вот в тех самых мелочах кажущихся не заблудились не погрязли вот то чего я начал сегодня а духовное творчество картины музыка живопись театр но это бред такого быть не может духовные стихии шить такой любое слово в духовном отношении уже не имеет любое я крут в этом отношении ясно никаких поблажек время мало осталось для того чтобы еще рассуждать творчество или не творчество спорить дискутировать время не так много у меня уж точно здесь там не знаю понятно поэтому я говорю уже конкретно очень конкретно если я раньше вас ну по головке гладил был такой или нет когда вы ко мне подходили теперь я хочу вас не то что хочу а по сердцу гладить надо вот по сердцу по душе ясно а там много чего по голове гладить но уже время прошла так что сейчас настало время исключительно духовного творчества время вояния себя по образу и подобию божьему с помощью божественной силой вот какая форма творчества сегодня единственно актуально ясно все не случайно кришна мотте назвал там на религиозность неправильное слово духовное творчество высшей формой творчества все все остальные формы творчества человеческого во всех областях исчерпали себя давно религиозное религиозное чувство наивное чаяние юная вера раннего христианства уже невозможны и более не могут овладеть массами они могут служить утешением лишь для некоторых отдельных существ для душ вечно пребывающих в младенчестве замечательно он сказал вот то ранее христианство эти формы его проявления но для младенческих душ они хороши но если душа подросла она должна выйти из этих детских представления боги спасители вообще христианстве понятно утешает душу незрелую вот то раннее христианство утешает до незрелые души они там купаются им приятным интересно вы поняли о чем речь а вы уже подросли раннее христианство вас уже не удовлетворяет не может удовлетворить вас так вот известный христианский богослов тентуриан который жил в конце второе начало третьего столетия отмечает что каждый верующий в иисуса христа это раннем христианстве был фактически апостолом распространителем учения нового завета вот его слова проповедь распространялась сама собой и почти повсюду путями неисповедимыми без специально назначенных миссионеров зародыши вера разносились благодаря свободному движению индивидуальной воли кто-то из зрел не сказал это была простая проповедь совершавшиеся не среди бела дня на людных площадях и рынков а без шумихи помпы тихим голосом из уст на ухо под сенью домашнего очага тихо вот так понимаете без собраний больших без организованной церковной системы просто вот так из уст на ухо но от души к душе правильнее сказать наверное вот это распространялась тихо заразительно понятно то есть зачатки новой веры она не была еще глубокой она вот разливалась в своем младенчестве вот как вот поток на эти вот ну половодие не было глубины но вот семена сеялись это раннее христианство очень точно историки того времени тоциты при не определили способ распространения христианства от человек к человеку они впервые сказали заражение заражались люди именно заражение заражение вибрациями света вибрациями истины было основой или основной формой правильно сказать стремительного распространения христианства в первые века его существования в первые три-четыре века заражение один из первых отцов церкви оригин александрийский так охарактеризовал деятельность первых проповедников христиане делали все что было в их силах для распространения своего учения по всему свету с этой целью они уподно шли от деревне к деревне от города к городу обращая других служению богу миссионерская проповедь ширилась хотя число проповедников благой вести не увеличилась заразительность опять они историки те люди которые христианство мало имеет отношения не просто констатировали факты быть заражались люди почему-то не без общины заражают не демонизмом понимаете без общины демонизмом всегда хватает они всегда заразить на эти вещи они есть всегда были есть и будут а это возможно в случае с ранним христианством только благодаря вибрационному заражению от сердца к сердцу то есть от одного искренне поверившего в спасителя его его миссию к другому да и кровь христианских мучеников выразовавших полное презрение к смерти стремительно сеяла семена новой веры мученики с радостью шли на смерти господь их оберегал не было боли была благодать когда их казнили я знаю что это такое когда на пике на пике боли возникает благодать господь осеняет тебя я проходил этот опыт он интересный я пони понял после этого почему они с радостью шли на смерть не плакали не страшились а испытывали благодать знаете лишь не просто так вот насколько могучие крепкая вебная было дано спасителям нам в качестве спасения его учения и по этому поводу тетулиан сказал вот по поводу мучеников христианск чем больше вы нас косите тем шире мы распространяемся кровь мучеников посев новых христиан таким образом для первых поколений христиан отдать свою жизнь за веру спасителя было вполне нормальным явлением сегодня вы совсем другое время время требующие нового творческого и сугубо индивидуального подхода к проблеме духовной реализации так что вот то что сегодня вам предлагается путь сознательной духовной революции всецело отвечает сегодняшнему дню сегодняшним требованиям мы не можем вернуться в ранее христиан сорвать на себя рубах кричать я за христа душу отдам не может сейчас нечто другое время другое люди другие до степень зрелости душ другая вы меня понимаете наверно тихая внутренняя интимная работа духовная молча продолжим не начинайте войны для сохранения целости турции америка единственная соперница которой вы должны бояться это он говорил в середине девятнадцатого века россия америка тогда было еще практически ничья так что не начинайте войны для сохранения целости тут все америка единственная соперница которую должны бояться в наше время варварство не не испровергнет просвещение не владение константинополем доставит могущество россии это идея фикс была шизофреническая турция владеет константинополем посмотрите в каком она жалком положении то все идеи император взять константинополь вот все там ну просто бредятина была у всех императоров последних романова уж точно начиная с алексей михалыча все романа вот константинополем завладеть и будет все в порядке куда бы лезть константинополь до сих пор тут и слава богу он там и останется пусть на кой он нам нужен этот константинополь он вам нужен константинополь а почему-то власти он был сюда нужен вот почему и можете объяснить у народа не спросили нужен нам константинополь или нет референдум не проводили нет выпить какая жизнь смешная как подавай ему константинополь то есть удивительное прозрение сделанное чадаемом в середине 19 века относительно реальной опасности подстерегающей россии опасности со стороны набирающей силу в международное влияние америки стране исповедующий протестантскую религию сугубо самостную человеческую религию не имеющий ни малейших оснований называться христианской хотя ее называют понятно вот опасность откуда от американского протестантизма на то увидел тогда еще замечательно прозрел еще тогда но кто же ему поверил то до сих пор он вообще не никто чадает никто не для кого друг пушкина пару стихов ума пушкин посвятил и что еще сумасшедший написал какие-то философические письма потом апология сумасшедшего еще с него взять это гений это действительно пророк величайший пророк наш пророка отечественной а на него наплевали растоптали но ему от этого не лучше не хуже он миссию свою выполнил и сейчас он живет всем случае во мне он живой это важно мне он помогает равно как и серафим саровский от поисий святогорец помогают и все я не могу объяснить равно как николай семенович лесков когда я его читаю вот любое его произведения дома там могут быть не совсем приятная вещь но я дома знаете вот в его стихии в его произведениях я дома нахожусь трудно понять дома не в квартире а дома у вас дом то есть собой носить вот когда будете дом с собой носить это будет чудо и дом и храм и санатории как вы все в одном теле должно быть в конце концов в лице петра великого россию осознала свое преступное одиночество и свое преступное направление она пошла в науку к европе этим новым путем шла она до сей поры признание ее вознаграждено было успехами во всех отношениях и увенчалась при александр первым торжеством самым высоким невиданным в истории рода человечества но вдруг задумала она что она может уже ходить на своих ногах это россии что пора и возвратиться к своему прежнему одиночеству европа сначала изумелась такой дезиновенности посмотрел ей в глаза и увидев что точно она вышла из покойности осиделась и тогда пошла потеха так вот столетние обучению европы касаемо просветительской научной деятельности начиная со времен петра первого дало кое-какие видимые результаты кое-какие видимые правда в основном верхнем социальном слое русского общества верхнем социальном слое не более того однако сначала царствования николая первого россия вновь заняла изоляционистскую позицию при этом тяжело заболела до смешного ложным величием неизменно сопровождавшимся пустой риторикой о богоизбранности нашего народа о могуществе величестве и мы в константинополь возьмем и тогда все будет по я потом уже делать за иерусалимом все вот тогда величие будет оформлено юридически бредятина вот такая во власти и церковь поддерживал да ну конечно брать надо все брать надо тут не знаешь как сохранить что взяли польши финляндия там еще на востоке как это все собрать то аляску за могут было бы сейчас наша аляска на хрена на вам нужно аляске то чего там делать у нас себе дня свой на вы еще аляску на освоение а нужна нова аляска ты да вот был император продал эту аляску там за копейки а сейчас бы вот коэффициент подсчитать у них надо выкупить все это дело а так или то тоже бредовые идеи есть у этих русофилов клинических вот тогда все это прозревал видел все не надо распыляться то ребята вот центрируйтесь это лапиши то расширили а дуб то он бывает знаете вот мы один дуб в ольховке волгоградской области вчетвером не могли охватить четвером вы я не преувеличиваю вчетвером не могли 5 не было человек понятно вот это я дубах там места хорошие это не один дуб их там ну десяток наверно ольховка есть такое место интересное под волгограда там какой-то монастырёк еще есть небольшой незаметный бедненький и вот эти огромные дубы и разноцветные пески как пансианская пустыня красный песок белый синий вот покопаешь вот все слои видно вот рукой поковыряешь совершенно разные цвет пески вот место волшебное вот человек который нас туда возил в вот я тут набереваю экскурсии организовывать но загадят все ваши экскурсии это вот привезет эти привезут этих паломников экскурсии там на плюют на напьются бутылок накидает вот вам вся экскурсия а слава богу что нет экскурсии вы туда не не ездите я был я вам все рассказала у меня фотографии хилист понятно это мы к чему а что не охватишь да там дуб пески видите вот как вы меня легко уводите от основной темы я вернусь все равно к основной теме и все что обличал чадая в своих философических письмах все это обличал он своих философических письмах ибо за дутом величием невозможно разглядеть пути истинного пути который нам предназначен ясно за этими лозунгами истинного пути разглядеть невозможно как пути который ведет действительно к величию к духовному величию как страны так и и народа а что мы господом отмеченные это безусловно народ отмечен ну-ка история кривая вообще не укладывается не ни в какие статистические показатели ну просто вот вчера вы убедились да вот все не так за что не возьмись все не так и это хорошо напряженность ведь да когда все так напряженности нету когда все не так напряженность поле напряженности души растут ведь как все так пошагово проясняется правильный нет цените где родились и где живете цените еще от власти не требует власть всегда было одинаково во все времена могу вас уверить я ковырял ее в разных местах из разных источников одно и то же скукотища стыдоба но как-то вот жили существовали на с божьей помощью действительно если власть новая будет сильно отличаться от предыдущих это что-то с россией не так значит господь бог отвернулся ясно делаю так я думаю он не допустит это всегда будет как было теперь посмотрим продолжаю чтобы вышло если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы и столько что сказано в ясно что это было бы высшей ступенью человеческого совершенства так вот как справедливо считает чадоев высшей ступенью человеческого совершенства является подчинение собственной воли человеческой воли божественной а это возможно только при умолении эго при лишении себя своей свободы своей свободы своего своеволия то есть при полном умолении бы тогда руководство всей нашей жизни уберет сам господь бог конечном счете это означает обретение нами царство божьего жизни вечной потому что без него без его воли мы никогда этого обрести не сможем тогда исчез бы теперешний отрыв человека от природы и он бы слился с нее ощущение своей собственной воли выделяет его теперь из всеобщего распорядка и делает из него обособленное существо а тогда в нем бы проснулась чувство мировой его или говоря иными словами внутреннее ощущение глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию так вот отрыв человека от божественной природы в игре в которой мы с находимся в игре найди себя задуманной господом только для собственного развлечения вообще у господа не нет никаких целей никаких задач ему надо развлекаться вы понимаете о чем речь и вот когда вы станете им сольете с ним вы тоже будете развлекаться и стройте того развлекаясь в игровые автоматы вот в любовь и там еще во что-то но в глупость вдоль а так вы будете развлекаться глядя на весь мир сайте вот кое развлечения бесплатно и благодатно и беспроблемная без последствий но другого смысла то нет жизни зрителям стать в этом театре все а вы такие серьезные билеты в театр покупать шекспира в смотре над достоевским слезу льете где свобода то развлекаться пора только развлекаетесь но не теми вещами я же не тем самым публичным развлечением вас призываю а то подумают сажать клюев призывает развлекаться что это так читать детективы там еще что-то бога забыл совершенно без в нем силиуса вот как хорошо когда я вижу когда вы улыбаетесь знаете вот такая радость улыбка это но знак господа не улыбка саркастическая кривая там есть такие улыбки знаете вот ну ну сами понимаете вот вы улыбаетесь и глаза у вас улыбается вот эта радость нас не зря что-то делаем не зря говорим а то люди улыбаются в глазах то совсем другое не господь а улыбка потому что надо улыбнуться есть не улыбнешься вдруг счет не так что от души улыбайтесь трудно этому научиться но улыбка должна исходить изнутри ясно они по слуху не по обстоятельствам не по ситуации понятно вот тогда будете все время улыбаться вот это результат будет духовная реализация настоящий результат смерти нет вообще прекрасно знаете да вот то есть закон реинкарнации закона несуществования смерти вот и все а тогда чего бояться ничего-то боитесь да понятно чего боитесь боитесь остаться ни с чем боитесь не вернуться домой а как вернуться все понятно теперь домой надо идти на дом с собой носить всегда где бы не были вы должны быть дома всегда дома конечном счете правильно а так если не дома ты его все время в командировке в какой-то или в пожизненном заключении вот ждешь когда приговор в исполнении приведут вот ну с приговором смерть понятно ну разве тоже и никакая развлекуха вам не поможет от этого отойти пока домой не вернетесь ясно виде как все просто я пытаюсь предельно просто буквально на пальцах объяснять все что запутано было боговедами богоделами богодельнями и всякой ерунда до того все запутали ну страшно вообще просто страшно становится от этой запутанности а истина это она по-детски простое ладно один великий гений платон был такой философ знаете да когда-то сказал что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни великая мысль не напрасно брошенной на землю на вот чего он не сказал а что сказать следовало но здесь лежит предел который не мог переступить не этот блестящий гений не какой-нибудь другой в ту пору развития человеческой мысли это то что утраченное столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира который нас окружает блестяще сказано вот просто фантастически какой там шли уробин то они вторичны все поверьте мне я много перлопатил вторичные они все против чадо его это ремейки как сегодня это брать какие-то старые песни перепевают понимаете вы меня не понимаете ну и ладно вам чтоб я себя понимал еще раз повторю один великий гений платон это тому мище был больше чем у вас вместе взятых понятно да у платона согласно такое понаписал в диалогах сократ там все вот эти умеще то неважно кто в греции их было уйма так вот один великий гений когда-то сказал что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни великая мысль не напрасно брошенной на землю на вот чё он не сказал а что сказать следовало но здесь лежит предел который не мог переступить не этот блестящий гений никакой другой в ту пору развития человеческой мысли это то что утраченное столь прекрасное существование может быть нами вновь обретено что это всецело зависит от нас и не требует выхода из этого мира не на небо до который нас окружает здесь в социуме после всех этих платонов пришел спаситель и сказал вот что надо делать ребята ясно платона уперлись в стену и больше ничего прошибить ее ничем нельзя эту стену ментальную интеллектуальную на только остановить эту машину понятно вот я послушался остановил а те кто не послушался до сих пор все будет а я вот 30 лет назад прочитал то что и вы прочитали но вы не вычитали главного остановите у мишка то там больше ничего уж не евробин да не сказано в этой книге путешествие сознание там методов нет остановите ум и больше ничего один единственный метод а этой наивысшей молитвы это все вообще предельно просто лишь на муте об этом говорит а вы только слушайте и ему солите умом вот это слушание слушание не мусульте умом послушали руководство действий все молчать цербера каждому из вас надо представить токум за работа сразу плеткой как взят буддизме там как только ученичок ослушается его бьют палкой вот просто бьют он не знает за что но понимаешь что за дело ясно не за дело не бьют так что пожалуй потому что сказал чадоев добавить то нечего человеческий интеллект достигая своего предельного развития неизбежно встречает преграда в лице нашего интеллектуального эго интеллектуального высшая форма интеллектуальная всезнающего всемогущего обожествляющего себя понятно интеллектуальное это ночью бог это западная концепция протестантизм это вот кажется лет бог как-то на одну из наших бесед был это на юге то ли в сочи то ли в крыму пришли два активных предпринимателя сразу видно они все знают они умные ну входят с достоинством я бы с достоинством надо в холодную воду входить да они входят в зал с достоинством но эти вот таким вот достоинством послушали где-то до обеда потом подходит ко мне отца на честь мы все поняли мы все боги и в за да ребята идите только не фоните они пошли то есть они должны были убедиться вот то что я рассказывал не сделали выют мы все боги и пошли какой часть когда они ушли представляете мне один покой мне про вас вот сказали вот это вот мы можно мы послушаем но послушайте после первой половины они поняли что они боги пошли то есть они убедились правоте своей идеи насчет самих себя вы не входите в жал богами они с внешним достоинством вошли там внутри него это нету от мимикрии а вы с внутренним достоинством входите да так тихо но разница есть так что интеллектуальная беда в этом случае тихий голос души способен напомнить что за пределами известной вам жизни есть нечто пока неведомое но в то же время хорошо знакомая тот источник от которого мы отпали он же знаком он в нас капелька то его родниковой в нас обязательно то есть это воспоминание не о прошлой жизни не о прошлом воплощении откуда мы пришли кто нас сюда делегировал это всегда есть если душа зрелая достаточно она обязательно это голосок подаст и подает оказывается и мы должны наконец озаботиться что берутся туда вернуться домой вернуться полностью вобрав себя полноценный эволюционный опыт земной жизни опыт пребывания в нижней полусфере истины это бесценный опыт который потом в дальнейшем в игре помогает на других планах бытия в других цивилизациях я не знаю здесь просто опыт это просто университет или не не знаю как это назвать на учебное заведение серьезное это не американской школы экономики там откуда эти всякие чубайсы выползли вы понимаете да это такой университет господом хотел слово подобрать хорошие но вы поняли человек хотел сказать то что господом это всегда замечательно ясно вот так что когда вы это пройдете и получите выпускной аттестат то представляете где вы будете а и не надо представлять где-то обязательно будете и будете с этим дипломом вершить дела уже более масштабные ясно может других цивилизациях других планеток там же уже передвижение это не ограничено на вибрационном уровне а то вы на массу до луны долететь не можете но долетели что дальше а так на тонком плане то вот вас пошлют запакует там пакетируют вас туда кнопку господь нажмет вы уже там с небес спустились а там людишки ну почище чем сегодняшние и вы как пророк делом будете заниматься будете линию а вы же не уязвим чего не будете пошли пойдем пошлют пойдем ну вот пошлют и пойдем а так вы думать от в район сижусь там еще где-то какой рай а чем вы в районе там что снотворно в районе ну в людьми придуманном которые описывают люди до мусульманском раю там женщины вино да там женщина обязательно для мужчин вина нет а и нами ну женщина как вино вместо вина женщины христианском районе наверно вино вот в том вот в другом вы понимаете в этой придумке то нам обмусоливать черт совсем не так и наш путь домой вот наш путь домой путь только земной нигде вы кроме как вот здесь домой не вернетесь понятно вот специально здесь это устроено чтобы здесь вы вернулись домой здесь чтобы ваше бренное тело которое безусловно имеет конечное существование породила вот то бессмертное начало в нем это заложенный вообще вот задумка 20 совершенно гениально вот просто гениальный мы ищем где-то чего-то вовне все есть в нас оказывается вот у нас есть все кто бы мог подумать пойди туда не знаю куда принясть это не знаю что помните детскую игру холодно холодно там горячо где там вот поближе так вот этот да вот она тут а там нету его я вот этот детская игра не нравилась эта игра в детстве вот прятали какую-то вещь ивы тыс к здесь холодно холода тепле и теплее теплые теплые вот вот здесь теплее то вы поняли вот тут ищите это та же самая детская игра элементарная детская игра вы все умные платон сократ ницше ну и что вам дал ницше слава богу что вы его не все знаете ничего не даст ты должен был его читать глядя на тебя понятно чего-то можете найти в ницше чего там холодно 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 вот поближе поближе дай в теплее ясно все да все времена мы создаем себе сами все времена мы создаем себя сами в этом нет сомнения бог времени не создал он дозволил создать его людям так вот все сущее видимом физическом материальном мире пребывает в линейном времени которым мы живем материальное все живет от и до вот в этих пределах человек как биологическое существо ну как биологическое существо до существует во времени а посему тлением и до тех пор пока человек не исполнит своего истинного предназначения на земле он будет находиться в плену психологического и линейного времени но это практически одно и то же которые есть продукт нашего его имеет свойство то ускоряться то замедляться мы я думаю блестяще показали в своих научных исследованиях по поведению пилотов в экстремальных ситуаций но никогда время меняется но никогда не исчезает она может ускоряться она может замедлять но но не исчезает когда мы в плену психологического времени когда мы в эго пребывает ясно вот нам надо чтобы это время схлопнулась в результате нашей работы на пути чтобы ну и или наше сознание то что мы называем собой оказались вертикальном времени линейное время должно перестать существовать только когда наши вибрационные новые структуры проявляют себя да тогда мы имеем возможность существовать вертикального времени а там нет от и до там вечность вот почему такая маленькая хитрость то вечность там где нет времени и вот в результате нашей работы на пути сознательного листок не торопите события мы в это вертикальное время обязательно вернемся мы из него ушли мы от него отпали и вернемся ясно так что это самое время психологической линейная то ускоряясь то замедляясь никогда не исчезает а потому наше сознание вынуждено болтаться между отжившим прошлом и несуществующим будущем вот так мы болтаемся вот так вот вот ведь таких больших масштабов от прошлого несуществующего будущего которых тоже нет вот мы в этом коридоре вот и болтаемся живем тем что вот в этом коридоре на придумали или чем жили что уже отжил и отпала давно ясно ну сколько можно поэтому живой жизни то мы не чувствуем радости жизни не чувствую потому что гнетет психологическое время давит поэтому и стареет человек но что не живым становится вот в этой тюрьме зажатой между этими двумя вещами между этими этим самым несуществующим прожек нам будущем и уже отжившим прошлом все это костенеет 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 и конец человек то соглашается умирать когда он соглашается жить между прошлым и будущим в этом широком коридоре который постепенно сужается он должен сузиться до вертикали а просто уплотняется эго и конец вроде бы к вертикальному времени на тут это мешает она вот такое огромное свобода нет ясно суживается жизнь то со временем вот как стремится к вертикальному то но и агата но вот семент это вот мой образ мне кажется так вот образно для меня это понятно но в таком случае куда делось бы время это пагубная мысль обступающие гнетущее меня отовсюду не исчезает ли она совершенно с моего сознания не россии цели без остатка мне моего реальность что жестко меня подавляющее моему существованию нет более предела нет преград видению безграничного мой взор погружается в вечность вот сюда его пугает мысль сама мысль об исчезновении времени пугает неизвестность но при этом при этом он глубоко убежден что времени должен наступить конец обязательно конец это до новому миру непременно откроется беспредельная реальность то что существует вечности что не подвластно тлению он это прекрасно чувствует беспредельность есть единственная оболочка мыслей в ней то и есть единственное истинное время другое мы создаем себя сами а для чего не знаю говорит он и под беспредельность сознанию возможен только при отсутствии психологического времени психологическое время продукт нашего его при умолении его через посредством практики тотального смирения который говорил спаситель мы рождаемся в вечности где нет времени а есть только одно текущее мгновенье который одновременно выбирает себя всю божественную реальность то есть сознание центрируется только в божественной реальности не распыляясь эгоистически видимом мире как это имеет место когда психологическое время нас гнетет а знаете ли вы что это за жизнь это небо и другого неба помимо этого то нет вступить в него нам позволено отныне же сомнений тут быть не должно ведь это не что иное как полное обновление нашей природы в данных условиях последняя грань усилие разумного существа конечное предназначение духа в мире так вот чадоев доподлинно знает это его знание пробудившиеся божественная сущность не обманывает он безусловно родился в духе это факт он доподлинно знает что конечная цель земного существования человека это обретение жизни вечной на новой земле под новыми небесами это и есть конечное предназначение духа в мире о котором говорит он также уверен что судьба конкретного человека судьба конкретного человека зависит исключительно от него самого от его сердечного стремления или уподного нерадения к духовной реализации ваша жизнь ваше будущее ваших руках все зависит только от вас нет никаких обстоятельств внешних да а именно от вас то есть замечательно когда сегодня каждый человек сам за себя отвечает с приходом на землю спасителя с его учением то что он нам дал то есть по сути он открыл эру сознательной духовной революции или эволюции как хотите вот великое счастье что наша судьба зависит только от нас с вами от нашего выбора понятно одни каких-то внешних обстоятельств ни от кого-то нет коллектива да а только от нас с вами меня так порадовало свое время я индивидуалист был с рождения его и счастье что я верил себя самого вот ему сознательно и только от меня зависла от моей нерадивость или от моего искренне от моей искренности в стремлении моя судьба вот это замечает чтобы ни на кого не сваливать ни на кого не перекладывать там свои какие-то огрехи только ты человек сам творит всех своих неприятностей в то же время он хозяин своей судьбой если правильно распорядиться тем что имеет про я не знаю призван для каждой из нас вступить на это поприще достигнут ли он его славной конечной целью но то что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природы всего мира это я знаю ибо только таким образом может наш дух вознестись к полному совершенству это абсолютная уверенность чадо его в том что истинный смысл существования человечества состоит в принесении духовных плодов на тонкий план бытия в обретении полного совершенства именно в божественном вот однако вопрос в том он справедливо его задает и ответ у него есть конечно этот вопрос вопрос о том все ли изныне живущих на земле способны обрести это совершенство ну вроде бы остается для него открытым но наверно селекционная работа которая здесь происходит на земле действительно отбор духовных плодов их рост их взращивание их состоятельность и в учении спасителя в его откровении сказано что не все сумеют в этом духовном цикле обрести полное спасение вот то самое единение с божественным ясно так что у вас есть надежда остальные но это их дело родственники племянники и там соседи какой вам билда не тоже человек выбирает сам что ему милее что ему ближе так или нет а не заботитесь ни о ком сказать ради бога предложить положить возьмете это ваше дело но чтобы стараться спасать кто-то замечательно сказал по моим поисий святогорец по моим поисий я уже не помню так много всего наслышано вот если вы гинетесь кого-то спасать да а ему ваше спасение это в общем то не нужно то утонете вместе с ним вместе утонете ясно утонете а спасшись сами возможно и ему помочь своим присутствием просто сможете ясно а вот кинетесь спасать сами не состоявшись главном утонете он вас утопит обязательно все существование наше до тех пор было непрерывным колебанием между жизнью и смертью было длительной агонией тут началась настоящая жизнь с этого часа от нас одних зависит идти по пути правды и добра ибо с этой поры закон духовного мира перестал быть для нас непроницаемой тайной так вот с приходом на землю спасителя было окончательно снят покров с тайны нашей смертной жизни а наша смертная жизнь по сути является собой длительную агонию человека которого самого рождения вынесен смертный приговор и вот вся жизнь это агония начали потихонечку вначале мы ее не замечаем а потом начинается агональный период ясно замечательно скаус с агонией сравнил нашу жизнь человеческую агония не только в муках она и в беспричинной веселости в сумасшествии час мета в агонии в сумасшествии в каком это же агония к финалу понятно или нет так что агональный период сегодня на лицо у мира а вот этот смертный приговор который вынесен нам с рождения можно отменить высшей инстанции став на путь сознательной духовной эволюции все отменят все высшие инстанции отменяет потому что врачи отменят приговор медицина генетики ученые они сами приговорены еще как мало псих они что делают с малыми 7 приезжают их врачи вы мы вам поможем все пересадим вы такие счастливые готовы все пересадить вот какой-то был миллиардер которому пересаживали раз пять сердца печень до раза три-четыре вот ну прожил он 90 там чем-то лет но один голову хотел чтобы мы пересадили помните вот была эта история но почему-то на этом деле тормознулась сейчас вроде бы желающих нет вот был такой трансплантолог хирург где мехов издевался над животными он пересаживал голову собаки на другое тело две головы у собаки был представляете где мехов я учился с его дочкой на одном курсе но страшный человек ладно павлов он издевался но как-то вот менее жестоко это пересаживал две головы собачьей это вообще ужасно все 5 вот нас животными над крысами над мышами на добровольцах на людях надо пересаживать все правильно и мне чё животных то мочит если уж решили пересаживать на себе попробуйте может двумя головами легче будет ну кто его знает попробовать над собак не скажет легче или нет а вы могли бы сказать ученые 1 собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае когда она соответствует закону божественному всякий раз когда мы от него отступаем действие наши определяется не нами а тем что нас окружает подчиняясь этим чуждом влиянием выходя из пределов закона мы себя уничтожаем он здесь поднимает очень важный вопрос об истинности либо пагубности действий человека в зависимости от инициирующие их воли если человек подчиняется всецело божественной воли это возможно только при условии полного умоления готов все его действия его поведение в целом не способна повредить его душе и причинить вред другим людям только тогда есть свобода в действии а так он говорит все наши действия они вызваны обстоятельствами и каким-то непонятными волями враждебными сил в частности он от прекрасно понимает то человек себе не принадлежит если он не вернулся к одной единой воли не вернулся домой все он видит все происходящее вот именно из того все проистекает что происходит вокруг что человек себе не подчинен у него нет той самой воли единой воли единость божественной которая бы определяла правильность его поведения во всех ситуациях он марионетка обстоятельства и самых разных вой включая враждебные силы он от прекрасно кроме него никто об этом не говорит вообще то время кто же мог сказать в чем ясно говорит не покоряясь божественной власти мы никогда не имеем полного сознания этой власти поэтому она никогда не может попирать нашей свободы и так наша свобода внимание заключается лишь в том что мы не ощущаем нашей зависимости этого достаточно чтобы почесть себя совершенно свободными солидарными со всем что мы делаем со всем что мы думаем так вот человеческая свобода он говорит здесь ясно об этом кажущаяся свобода выбора не ощущается нами как зависимость мы это думаем что мы выбираем мы живем мы действуем мы думаем что абсолютно независимые а мы зависимы от чуждых нам боль вставлять это вообще открытие феноменальное мы раздираем и совершенно разными волями обстоятельствами случаями мы думаем что все зависит от нас от нас ничего не зависит до тех пор пока мы со всей искренностью и преданностью не вернемся к одной единой воли воли божественной вот тогда от нас это будет зависит ибо мы вкупе с божественным будем жить в этом мире независимо от чужих воли от враждебных сил а так мы все зависит поэтому такие все скукоженные всего боящиеся боже мой внутренне то ощущается что вроде зачем я это делаю не надо бы делать но почему-то делаю чему делаешь то не могу объяснить люблю кого любишь чего любишь все трагедии как мать будет из любви ну любви к чему-то женщинам мужчинам деньгам власти еще к чему все трагедии любви да все абсолютно если полюбил что-то или кого-то то беда господа полюбить невозможно нем можно ли пребывать либо не пребывать полюби господь как господь полюбия не знаю странный был сюда вопрос любите господа его открыть надо и тогда ты станешь им его любовью как ты его-то полюбишь которого ты не знаешь не видел вообще по переписке или там по фотографии фотографии нету не понял абсолютная свобода спонтанная свобода абсолютно правильного выбора не имеющего альтернатив возможно только в божественном присутствии и божественная воля которая в нас открывается он никогда не ошибается как это имеет место при эгоистическом выборе в кажущейся свободе мы вроде бы свободно на самом деле мы абсолютно не свободны и жизнь при полном слиянии вашей воли или нашей воде человеческой с божественной воде становится благодатной благодатной а истинной свободы без благодати не бывает если ваша жизнь неблагодатная то наш ваш нет и свобода свобода всегда благодать радости просто жизни с утра до вечера с вечера до утра на все оставшееся время пока вы здесь а там бедно будет то есть когда вы полностью состоитесь в главном есть пока еще в главном не состоялись значит вас еще зависимость от чужих воли от враждебных сил понятно и над переходный период ничего страшного в этом нет временами бывает вы ощущаете эту благодать она уходит потом опять как бы возвращается не расстраивайтесь время нужно для того чтобы у вас вот постепенно постепенно адаптировать к новому состоянию адаптировать а то сразу вот новом состоянии так не бывает это вот постепенный процесс ясно на контрасте вы видите от чего вы ушли до вновь возвращается откуда ушли взять да вот потом раз другое состояние вот эти как бы основание что лес старой жизни в новую и все больше больше в новую меньше в старую и вот так постепенно понятно не быстро это происходит у меня это заняло вот ну где-то лет десять как бы окончательно перейти новые качества это нормально 10 лет это разве в вечности срок это вообще ничего понятно а вы все-то работы уже я два года на кончик носа гляжу но и гляди на кончик носа два года мало 10 лет гляди так что вы методу не привязывайтесь а больше смотрите есть благодать и если еще нету и одну ладно буду молчать молчать обсуждать не буду тему не поднимаю ясно вот вам и благодать ум молчит благодать всегда вообще-то вот она всегда когда он молчит даже если ничего не делаете на пути приходится признать что проведение божественное или совершенно мудрый разум не только управляет ходом событий но и непосредственно воздействует на разум человеческий действительно божественное проведение не только управляет ходом мировых событий а он в этом абсолютно не сомневался чадоев но и непосредственно воздействует на человеческое сознание либо через посредство строгого строго строго обучающего кармического закона до либо напрямую через посредству божественной воли когда ваша личная воля полностью с ней сливается таким образом так или иначе мы всегда находимся в поле влияние божественного проведения даже есть нас нами манипулирует враждебная сила божественное проведение через посредством кармического закона заставляет нас в общем-то возвращаться или делает попытку возвратить нас в правильное русло всегда мы находимся под влияние божественного проведения она корректирует наша жизнь если мы внимательны и внимаем ему чувствуем сеть стремление да с ним воссоединиться тогда замечательно если нет то жизнь становится болезненной такой скукоженный нерадостный но всегда это влияние божественного проведения всегда я очень желал бы чтобы вы могли усвоить этот отвлеченный и религиозный способ осознавать историю ничто так не расширяет нашей мысли не очищает нашей души так как эти неясные замысла проведения властвующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению то чем мы вчера говорили чтобы божественное проведение вершит историю только она люди инструменты в этом процессе только инструменты ход исторического процесса определяет исключительно божественное проведения и никаких да и никак не по прихотям вождей и буйством человеческой толпы как многие думают вот вот захотел он сделал так вот а если бы он так не сделал в другой бы сделал по другому толпа тут ее бы усмирить все это дурь это неправильное понимание и той же толпой и вождями руководит божественное проведение если вождь дуется что от него чего-то зависит пусть дуется только мне лопнул ясно ничего от него не зависит вот прекрасно ленин это понимал прекрасно блестяще понимал он был совершеннейший инструмент просто совершеннейший у него ничего от себя не было в этом я убедился со всех сторон я и работа его читаю то что о нем говорили воспоминай вот все вот убедился вообще просто совершенный инструмент ничего от себя не делал никак не случайно мозг у него сгорел вообще там ничего не осталось тоже озарение мощнейший бы он мыслил озарениями но исчерпал себя 54 в 52 года он в общем-то сгорел как инструмент был истории же надо был как повернуть мировую развернуть в другом направлении нет не так просто сталина долго проведение примеривалась долго но выбрала другого не было не лучший инструмент но сумел задачу выполнить а ленин был идеальным инструментом просто более совершенного я гитлер был идеальным инструментом демонических сил на божественного проведения понятно тоже был идеальным инструментом абсолютно ничего от себя у него не было но он с другой стороны инструмент понятно да но все равно силы проведения выбирают для поляризации нужно это было то есть люди инструмента они очевидны в это дом и что мы не инструменты ну думаете знаете что не надо злиться озаритесь крыситесь ну знаете что не надо нового откуда это наш инструменты вы враждебная силу это чуть посекотала и звериная оскал так или не то знаете что воду все вбили в голову все все буду вести себя хорошо почему дуришь а инструмент не самых лучших сил вот на простых примерах учитесь очень простые элементарный пример я бытовые чтобы себе не принадлежите читесь а исторический процесс действительно всецело вершится по воле проведения и как не по прихотям вождей тонко прочувствовать это рассматривая важнейшие исторические события через прижму духовного видения значит разглядеть замысел проведения относительно земного человечества относительно нас с вами и необходимо понять что господь бог такой существует да господь бог существует да так вот господь бог говорит с нами в том числе и на языке нашей истории с нами разговаривает на языке нашей истории чтобы мы наконец осознали истинный смысл собственного существования приносить духовные плоды здесь на земле в конечном счете на тонкий план бытия ясно потому что сам все духовный плод здесь физическом теле нашим образуется на тонком плане на уровне вибраций да и вы уже не от мира сего здесь становится то есть вы уже принесли здесь на земле плод на тонкий план бытия вы его с собой носите перед ней вы его не носит он уже распростет создается видимость того что вы носите то что тело передвигается но это не вы вы на другом плане уже вот такие маленькие хитрости и вот пустая психологическая мораль истории которая не создала ни одного честного человека но породило множество плутов и безумцев всякого рода и который только и служит повторению жалкой мировой комедии блестяще скажет плодит история плутов и безумцев ни одного честного порядка у человека она не создала история вот ну все что жизнь вокруг как он это видит вот просто феноменальный вид мировая комедия просто не было бы плутов безумцев шутов вот горох вах не смешно бы было смешно лишь мировая комедия вы все всерьез хотите воспринимать этот мир получится вас всерьез воспринимать а но раньше пытались всерьез 8 деле вообще ничего не пытались ну как можно все это всерьез 8 ну как вы скажете вам легко говорит о сан василич вот вы такое вот а мы еще вот ним не такие ну не знаем может и не такие я что же не сразу смеялся время потребовалось чтобы это увидеть но ничего так что мировая комедия которая разыгрывается господом земном человечестве действительно порождает массу глупцов плутов безумцев и человеку состоявшимся в духе сегодняшний мир в его сегодняшнем мире видится огромной психиатрической клиникой в которой врачи и пациенты все на одно лицо и никакая человеческая наука тут увы не поможет все и как не странно как ни странно в этом сумасшедшем доме находятся все же немногие люди которые готовы исполнить свое истинное предназначение стать на путь сознательной духовной революции надеюсь что среди вас такие имеются немногие да